Кровообращение Каждый человек Даже ребенок Неосознанно Так или иначе Он просто понимает Что он зависит Родители зависит Полностью Все Кто бы ни был Зависит от финансов И в этом теле Как тело общества Есть также кровь Снабжение энергией Финансы снабжают энергией Безусловно И от качества крови Зависит уже состояние Всего организма Несомненно Понимаете налоги То есть кровь Ее назначение Очищать организм Она повсюду циркулирует Как финансы Как деньги Должны циркулировать Если где-то Скапливается Какая-то гематома Или еще что-то Или тромб Понимаете Это болезнь Кровь нечистая Деньги нечистые Это тоже Уже оскоренение Всего организма То есть прежде всего Мы должны позаботиться О чистоте Финансовой дисциплины Если мы хотим Чтобы было Процветание Но вообще Когда мы говорим Процветание Тут я должен Перебегнуть К какой-то науке В древних Потому что Процветание Понятие растяжимое Сейчас у каждого Своё может быть Индивидуальное Процветание Поэтому как принято В древних Книгах Рассматривать Нашу жизнь В трёх измерениях Обязательно В трёх Ни в одном Ни в двух В трёх Сейчас выведёшь Что это такое И например Процветание Возьмём Давайте рассмотрим Его так же Традиционно В трёх измерениях В трёх направлениях Или как говорят Учёные Ведонтисты В трёх гунах Материальной природы Процветание Имеет Качественную окраску Нежество Страсть Добродитель Три Сферы Сознания Три Сферы Желаемого Три Направления С разными Абсолютными Результатами Деньги Это как дождь Вот Где прольётся То и вырастет В том месте Если проливаются На сорняки Будут процветать сорняки Если прольётся На культуру Будут расти культура Куда мы направим Эти финансы Того мы добьёмся В какую сторону Вот эти гуны Подобно Различной культуре Которой будет процветать Под влиянием Наших собственных усилий Что же такое Энергия невежества Если говорить В целом Это энергия разрушения Ну видим Что в мире Что-то разрушается Вот это энергия Есть Энергия созидания Страсть Мы прилагаем усилия К творчеству Это созидательная энергия И что-то можем создать Рождение человека Относится к этой гуне Взаимоотношения Мужчины и женщины Это страсть В результате Есть творение Есть потомство Дети Невежество Это убедание И исчезновение Разрушение Как мы говорим А поддерживающая гуна Это благость То есть добродетель Страсть и невежество Три Качественных измерения Нашей жизни Теперь давайте рассмотрим Нашу удачу Наш успех Наше процветание Соизмерим с этим Что такое успех Удача В гуне невежества Какие представления у человека В гуне невежества Ну по описанию Когда гуна невежества Влияет на наше сознание На нашу жизнь Мы становимся ленивыми Пассивными Мы ожидаем Когда все придет ко мне Само по себе Какого-то чуда Верим в чудеса Суеверный человек становится Верит в переведение Духа в приметы Невежество Он сонлив Гнивлив Раздражитель Не удовлетворен И к чему же стремится В чем его успех Успех он понимает Как комфорт Достаточно вкусный До которой я ночую Мягкая постель Квартира отдельная То есть удобство Сон спокойный В своей квартире Есть пища Есть секс Партнеры есть Доступны для него Для наслаждения И он защищен Крепкими стенами Какая-то оборона Чувствует себя Счастливым И на вершине успеха То есть Есть это в каждом человеке В нас тоже есть Такое понятие Как счастье в невежестве В своем собственном И залеженном мире В своей квартире Там именно главное Именно удобство Это современные туалеты Это голубые унитазы Может быть я не знаю У кого какой вкус Это какой-то экран большой Кинотеатр домашний Поставить там На мягкой постели Расположиться Тут холодильник Тут плита Тут машина внизу Все готово Все удобно Все кнопки нажимаешь Пульты Кондиционер Температуру регулируешь Ну Удачи Успех Почему нет В гуне страсти Представление Немножко иное Об этом Мы видим Что в гуне страсти Человек тоже К этому результату Стремится Но Не так часто Можете воспользоваться Он занят Страсть Он активен Страсть это активность Если не верно Это пассивное состояние Где человек постепенно Разрушается Нравственно и физически Да Человек должен трудиться Чтобы быть здоровым И умственно И физически И интеллектуально Быть сильным Могучным То есть тренированным Например Если у вас нет Достаточно умственной Нагрузки У вас будут Проблемы психические Стрессы Будут подвижены Стрессами Если вы никогда Не задумывались На философские Завершенные темы У вас будет Куча проблем Внутри То есть Нужна умственная Нагрузка Человеку Обязательно Например Зубы Если вы Едите только Мягкую пищу Жалеете зубы То корни ваши А слабы Зубы будут болеть Нужна иногда Твердая пища Нужна Трудь Они усиливаются Таким образом Это касается физического Тела тоже Нужна работа Чтобы пищу Переваривать Нужно трудиться Иначе Вы не сможете Быть здоровыми Пищеварение Ослабнет Вас когда Если вы привыкли Ходить на унитаз У вас Мышцы атрофируются Определенные Седалищные И подвижен Будет геморрой Кишечным заболеванием Все остальное Посмотрите Мы привыкли Сидеть в комфорте На унитазе Каждое утро Но это не полезно В страсте Люди это понимают Они понимают Да, нужен труд Нужно усилие Если хочешь Чего-то добиться Там уже ценности Другие Успех Значит Престиж Богатство Положение в обществе Слава какая-то То есть Вот эти все Самые привлекательные Атрибуты Относятся Гуни страсти Вот это вот Успех В понимании Человек Гуни страсти А зачем Все это А что там лежать На диване Ничего не делать Фотография Развесит своего успеха И прочее Опять же К невежеству Склонен человек Видите В страсте Он склонен К невежеству Они так и делают Они работают Это страсть Трудятся Что-то добиваются А потом Должны отдохнуть То есть В невежество Такое расслабленное Пространное состояние Есть выпивка Интоксикация Где вот Такие вот вещи Две годы Вот они чередуются Две два качества Как вы думаете Является ли Успехом жизни Такой замкнутый цикл Работа-отдых 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 Мы сейчас просто Прорестировали Одну вещь Которая описывается В Куранах древних Что Чем заняты люди В гуни страсти Писываются В гуни страсти Это материализм Сознание Человек думает Что деньги Квартира И все остальное Я заработаю Материальные достижения Сделаю Мне успешным Человек Это называется Материализм И что же делает Материалист Стоит рано утром Идет на работу Трудится Очень тяжело В поте лица Означается с работы Ест Пищу принимает Ночью занимается Секцием Утром Стоит на работу И идет на работу Работает очень тяжело Как осел Вечером Зачается Ест Ужинает Занимается секцием С женой Утром поднимается Рано И идет на работу Что он делает Тяжело трудится Возвращается Снова Ест Спит с женой Снова утром И все И так протекает Вся их жизнь И они пытаются Обучать Следующее поколение В том же духе Женись и работай Женись и работай Женись и работай И все Это все Но если это успех Мы это уже делаем Что же нас тревожит Ааа Понял Надо удачу же еще Удача Вот проблема Не научное слово Видите К финансам Не знаю Как и вот Научное Приклеить это слово А ведь это очень Научная Энергия удача Как и все остальное Как и все остальное Это факт Научный факт То есть вы можете Иметь разум Можете иметь образование Но вот удача Улыбнется У меня удача Почему кому-то Удача улыбается И он легко Зарабатывает Хорошие деньги Где бы ни был К нему деньги Сами как бы Другой человек Трудится Не покладая рук И тоже имеет образование И в той же культуре Растет И в той же семье Собственно говоря Растился Но нет такого успеха Нет удачи И казалось бы Почему нет Все есть у человека А вот Не идет дело Вот удача Это самая важная вещь Собственно С ним хотим Процветание Нужна удача Как говорят Древние веды Богиня удачи Должна Покровительствовать вам Но в прошлом Люди хорошо это знали Что удача Это определенное Покровительство Ангел-хранитель Должен для этого Но в современном мире Люди не надеются На удачу Потому что удача Отвернулась от них У них нет отношения С удачей Научных Они занимаются Сейчас другим Знаете чем? Все бизнесмены Ну может быть не все Но Починство людей Сейчас занимаются Черной магией Даже не подозревая Об этом Они обманывают Черная магия Это не что Но как способ Обмануть другого человека Оставаясь в законе Вас не уличить потом Вы на тонком уровне Это делаете Вас никак не наказать Потом Не обнаружить Не застать врасплох Но вы это сможете делать Используя определенные Методологии Современной психологии И черного бизнеса И также Манипулируясь Законами Это все область Черной магии Это касается Не только бизнеса Но бизнеса Особенно потому что От бизнеса Очень многое зависит Жизнь людей Именно денег Они Средоточены В большей степени Но даже в семейных отношениях Чаще всего Люди спрашивают Знаете о чем Женщины Если ко мне Обращаются Как к психологу Хотя не психолог Их интересует Только одно Скажите Как сделать так Чтобы муж Был послушным Вот не слушать Это собственно Раздел черной магии Как подчинить Другого человека И он даже Об этом знать не будет Берете там Наговариваете Все И он уже Такой какой вы хотите Он даже не знает Вот всех людей Интересуют Вот такие разделы знания Но я Не буду говорить об этом Я считаю Что это путь Неудачи Великой неудачи Хотя временную Какую-то удачу Можно выиграть На этом пути Как сделку черную сделал Разбогател На какой-то момент Вы даже можете Посудить Что вы успешны На какой-то лишь момент Но за тем Что посеешь Что пожнешь Придут реакции Самая Большая проблема Знаете в чем Что люди Гонясь за деньгами Деградируют А что такое деградация Деградация означает Что я теряю качество Но Не считаю так Я думаю Что у меня все хорошо У меня нет проблем Я обманываю Но думаю Нет я справедлив И я преследую Только личную удачу У меня общественный Смысл не интересует Я потерял разум Общественный Кровоснабжения Больше нет Я тромб В этом организме Тело Через меня кровь Не проходит Сознание Общества Не проходит Общественное Мне все равно Что там общество Будет ли оно После меня Меня не интересует Хоть поток Хоть трава Недости Кровоснабжения Не поступает Сознание не поступает Если вы пережмете Какую-то часть тела Руку И кровь не будет поступать Вы потеряете чувствительность Вы не знаете Вы не чувствуете Интересно Что когда кровь Возвращается Это некоторую боль Доставляет Содроги Реанимация Так сказать Поэтому когда Человеку в этом сознании Отделенному Бесчувственно Становится Деградирующий Говорят о какой-то Истине Общественной О духовности О взаимоотношении Со Всевышним И прочее Он просто Разбражается Как анулись Просто Когда эта жизнь Возвращается Мертвое тело Говорится Что это очень Мучительно Может быть И так Как человек Относится к финансам Так он Относится к жизни Деньги Лисотворяют Как бы Нашу жизнь С другой стороны Если вы меняете Отношение к жизни Вы абсолютно Можете быть уверены Что ваше отношение К финансам Тоже изменится Вот это очень важно Искусство Финансов В двух словах Если операция На древнейшие Источники Искусство И успех Зависит только Вот в этой формуле Быть богатым И не отождествлять Связь богатством Вот он успех Это Гуна Добродетель Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому